Добрый день! Сегодня 25 июня 2023 года. Я продолжаю рассказ про поиск дома. И сегодня я рассказываю о втором и думаю о третьем доме, который нам понравились в самый первый день, когда мы поехали смотреть одобранные уже нами дома с риэлтором, потому что мы посмотрели, где они находятся, что вокруг, какие наибоходы. Вычеркнули очень много, потому что мы с Лэри уважительно относимся к чужому бизнесу тоже. И мы 3-4 дома каждый день практически смотрели, вот это выкидывали, выкидывали, и уже риэлтор наша ехала и смотрела только те дома, которые нам снаружи понравились, и место, где они находятся, тоже понравились. Итак, вот такой вот домик. Он похож на современные дома, он похож на тот дом, в котором мы сейчас живем, и который я вам только что показывала вот в предыдущем ролике, и который мы не взяли, потому что буквально одной комнатки не хватало. Вот у нас здесь есть бонусная комната наверху, в которой мы сделали пока офис, а потом это была бы игровая для внучки, а там этой комнаты не оказалось. Ну и самая первая причина, что ты мне скажи, что не построишь мне вот такую террасочку, и я по-другому к этому отнесусь. То есть у меня вот так все закрутилось. Не надо со мной так. Мы договорились, пусть оно все так и будет. Оно находится тоже в нейбоходе, в очень хорошем. Но посмотрите вот на эту картинку, какие там большие-большие участки. То есть вот за вами огромный такой бэкьярд, но причина, по которой мы его не взяли, смотрите, бэкьярд, он пустой. Если тот дом, который мальчик выбрал это место, я построил свой дом, там вокруг лес. Там уже ничего насаживать не надо, кроме цветочных кустов. А здесь тоже надо все растениями заполнять. И это не будет завтра. То есть мы вот же здесь 8 деревьев посадили, они будут лет через 5-8 уже такой хорошей стеной. А сейчас пока это вот маленькие кустички буквально. Хотя мы купили тую, которая очень быстро растет. И вот это вот меня лично отпугнуло. Хотя дом очень хороший. И посмотрите, на этой же картинке видно, что они вот не просто driveway, как у всех соседей, а они подстроили еще себе дополнительную площадку, на которую можно проезжать машинами, когда гараж уже забит. То есть мы еще какую-нибудь машину могли купить. Но самое главное, мы могли бы поставить туда лодку наших детей. Потому что наши дети купили лодку, она у них где-то стоит. Они платят за место парковки. А тут мы бы ее спокойненько поставили. Места более чем достаточно. Это был плюс. А минус было то, что большой двор, хороший. Но его надо застраивать. Так, вот они еще показывают парочку, тройку даже. Франк. Он весь уже декорирован. Кусточки посажены, цветочки посажены. Дверь вот такая замечательная. Стоят скамеечки. Мы бы тоже креслица поставили. Причем здесь не только под выдвинутой вперед частью с колоннами есть место под крышей, но и рядышком тоже место есть, где можно поставить столик, качалку, там все что угодно. Американцы любят многие сидеть не только на заднем дворике, но и на переднем тоже. То есть вот этот дом смотрится здесь прямо раз замечательно. Еще с другой позиции они показали. И теперь вот видно, что с той стороны, где вот креслица синенькая стоит, там тоже над ним крыша есть. Крыша перед домом – это большая экономия электроэнергии. Американцы про это знают и делают так, потому что у нас проблема. Вот многие тоже говорят, ой, у вас так темно в доме. Вы знаете, это в Сибири. Мы делаем большие окна, чтобы свет получить. А здесь у них и окна маленькие, как бойницы в некоторых. И они стараются их с жалюзами закрыть. То есть я, когда сижу на кухне, делаю ролик, то у меня вот сейчас я их вижу, у меня даже окна до половины с жалюзами закрыты. Он их не полностью закрывает, а до половиночки. И на двери у нас жалюзи внутри, у нас двух сторон стекло, а внутри жалюзи. И там вот пальчиком буквально шевелишь, поднять и опустить, они тоже чаще всего закрыты. Я люблю много света. Я из Сибири, но американцы живут здесь вот так. И поэтому и в доме темно, и мы прячемся здесь от солнца, потому что у нас даже дороже охладить дом, чем его обогреть. То есть когда наши там россияне у меня спрашивали, ну что вы там замерзли? Я говорю, ребята, мы не замерзли, у нас плюс 17 за окном. Чего же мы тут замерзли? А вот когда 45 за окном, вот это надо охладиться очень хорошо. И летом счетчики значительно выше, чем зимой у нас за электроэнергию или за газ. Кто чем тут охлаждает. Заходим внутрь. Вот она входная дверь. То есть когда я шла бы кому-то открывать дверь, то я бы вот такую картиночку перед собой видела. Она очень милая. Ну они вот тут подальше поставили скамеечку, а там значит она проходит. Коридор не узкий. Дверь такая вот хорошая, широкая. Это у нас что такое? Это, видимо, кабинет. Они здесь его вот так вот показали. А с другой стороны не показали. Напрасно. Зато очень хорошо показали жилую комнату. Вот она такая шикарная. Камин естественный, искусственный. Но может быть он тоже бы обогревал. Показали эту комнатку еще с другой стороны. Смотрите. Вот вдоль всей стены окна. И они не бойницы. Они хорошие окна. Но они все зажали узями. У нас вот такие проблемы. О, еще одна есть картиночка. Потолок высокий. Он вот неровный. Он вот так сделан. То есть те, кто мечтает о высоком потолке, оно здесь тоже и у нас. Вот здесь очень хороший высокий потолок. Я вам свою комнату показывала. А теперь вот другая картинка. И стена, которая разделяет столовую. Если в предыдущем доме они сделали все open space, как сейчас очень популярно, то эти разделили вот такой стеной. Нормально. Оно нисколько не отталкивает. Для меня это все нормально. Здесь у них столовая. Это же как бы отдельная, потому что там проход дальше есть. Вот они нам столовую показали с другой стороны. Есть вид и в жилую комнату тоже. И показали кухню. Кухня хорошая. Кухня с островом. Достаточно просторная. С современной белой мебелью, которая меня нисколько не радует. Но я готова. Я абсолютно к этому готова. Вот пошли спальни, наверное. Это мастер-бедром. Сейчас посмотрим, потому что большая такая кровать. Обычно кин-сайз-кровать ставят в мастер-бедром. Да, вот она с другой позиции идет. Подушечки подобрали под картиночку. То есть вот это ужасная Америка. Я почему говорю про ужасную Америку? Потому что я только что записала следующий эпизод про позаблудшие овцы. И она там рассказывала о том, какой у нас интернет тут безобразный. А следующий будет рассказывать, какие ужасные жилищные условия. А я как раз вам показываю. Вот жилищные условия, в которых мы живем. Это мастер-бедром. То есть хозяйская ванная. Она всегда отдельно. Вот у них тоже две раковины. Так же, как у нас здесь. И так же, как, по-моему, в новом доме будет. Я уже не помню эти детали. Когда будем показывать, тогда покажу. Очень хороший душ. Смотрите, сделан душ великолепный. Это уже вам не пластик. Я совсем недавно узнала, что Лэри все в доме устраивает, кроме душа. Потому что он пластиковый. То есть гостевой мы бы оставили, а этот бы переделывали. Тоже тысяч десять бы, наверное, вложили, чтобы он был вот такой. А здесь уже все это сделано. И отдельно туалет. Мне очень нравится, когда туалет отдельно. Вот они с другой позиции показали, что они с зеркалами вот так разобрались. А мы, когда приехали, здесь тоже были два красивых зеркала, которые мы открутили. И, по-моему, он просто их в магазин унес. Вот там, где подержанные вещи, чтобы они продали и денежки себе забрали. Потому что, ну, куда нам те зеркала девать? А мы купили шкаф. Шкафы с зеркалами, чтобы мы там расположили все свои вещи. Гардеробная достаточно большая. Но люди еще здесь живут, поэтому вещи здесь все разложены. Вот одна спаленка. Она же с другой позиции. И вот на картинке смотрится очень небольшая. Может быть, она и на самом деле небольшая. Это гостевая ванная. Штурочкой закрыта, потому что там точно пластмассовая ванна. Это другая спаленка. Видится побольше, кажется. Сейчас мы с другой стороны. Да, одна побольше, одна поменьше спаленка. Лондри комнатка. Она во всех есть. Я просто не везде их показываю. И дом с обратной стороны. Вот так он смотрится издалека. И поближе у них тут бассейна нет, но лежанки вот такие они поставили. И всякие стульчики. Это мы любим там время провести. И еще есть одна картиночка. Уже поближе заднего дворика. Он большой, он хороший. И там в конце, вы видите, стоит складское помещение. Новый, естественно, раздом. Новый ему тоже года 3-4. Просто те сделали сразу open space. А эти, может, постарше люди. Им все равно хочется жилую комнату отделить. Они ее отделили. Рядом прыгалка для детей. Это все бы, естественно, осталось. И у них тоже. Вон там прицеп с какими-то лодками. Они, наверное, на озеро где-то ездят недалеко. Но мне дом очень понравился. Он очень понравился нашей мурилтору. Она сказала, ой, его надо брать. У меня был пунктик, что нет. Я хочу, чтобы вокруг меня был лес. Или выросший, или натуральный. А вот этот запрос в этом хорошем доме этого пунктика не было. Но именно этот дом забрали в этот же день. То есть они приняли оффер в этот же вечер. Пока мы все осматривали, приезжаем, он уже взят. И она мне сказала, я говорила, что его надо брать. Я говорю, нет, мы не будем его брать. Он хороший, но много работы на заднем дворике. Оно тут видно, что и трава там неухоженная. То есть нам газон надо делать. Это несколько тысяч долларов. И деревья надо посадить. То есть мы вот эти восемь деревьев посадили за тысячу четыреста, по-моему. Причем Лэри искал. Там было и четыре тысячи, можно найти, восемь деревьев посадили. То есть он искал, кто нам это сделает подешевле. И я так понимаю, что мы сами деревья вкапывать бы не стали. И сегодня нет этой картинки. Мы решили, что мы будем искать то, что нам хочется. И найдем его все непременно. Продолжение следует. А с вами была Галина Смис. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok